Двухдневный краевой турнир по дзюдо завершился накануне финальными схватками лучших спортсменов со всего юга страны и не только. За медали боролись дзюдоисты из Краснодарского края, Ставрополя, Абхазии, Донецкой Республики, Адыгеи, Карачаева, Черкесии. На ковер федерального центра единоборств Югспорт вышли 350 борцов. Конкуренция с других городов, ребята, она очень положительное влияние оказывает на наших спортсменов. Они видят, над чем надо работать и куда дальше двигаться. Поэтому я думаю, что вот эти соревнования, которые у нас проходят, краевые, всероссийские, они только повышают уровень. Краевой турнир по дзюдо прошел в 32-й раз. Он посвящен памяти героя Советского Союза, сочинца Мартироса Нагуляна. В годы Великой Отечественной он совершил 113 боевых вылетов, сбил два вражеских самолета. Погиб в апреле 41-го. Турнир по дзюдо проводится с целью не только выявить сильнейших спортсменов, но и патриотического воспитания, говорит один из первых организаторов турнира Арутюн Арзуманян. Только федерация была создана и проводили на следующий год турнир по дзюдо героя Советского Союза. Его внук занимался в нашей школе Мартироса Нагуляна. Сочинский турнир памяти Нагуляна дзюдоисты называют престижным. Сюда едут не только за медалями. За соревновательным опытом, повышением мастерства, а еще здесь можно повысить спортивный разряд. Вот так, только стой на ногах. Это финальная схватка в категории до 34 килограммов. Краснодарский край против Ставропольского. Схватка оказалась золотой для Лемгена Куаджи из Туапсе. Соперники были тяжелые, такие достойные. И получается, я думала, я уже сейчас проиграю, но доделал до конца и выиграл эти соревнования. Сочинцы тоже отличились на турнире. В их копилке 16 медалей, 4 из них золотые. Владимир Демура выступал в самой тяжелой категории, свыше 73 килограммов. Его результат – серебро. Для меня схватка прошла вот так. Я чувствовала внутри огонь, который горел во мне желанием победить. Мне кажется, физики не хватило и силы. Но это для меня урок, что надо еще тренироваться и тренироваться. В том числе по итогам турнира памяти на Гуляна будут отобраны кандидаты от Сочи для участия в первенстве и чемпионате Краснодарского края подзюдо. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин